Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели, точнее, доброе утро. Сегодня у нас утром на Балткоме и в гостях глава Латвийского объединения юристов Рикард Сбунко. Доброе утро. И член объединения юристов, экс-глава полицейского колледжа Айгар Севердсон. Доброе утро. Доброе утро. Да, я знаю, что некоторое время тому назад объединение юристов обратилось к премьер-министру, я так понимаю, министр внутренних дел по поводу судьбы вот этих криминалистических учреждений, ну, видимо, связанных с экспертизами. Может быть, с этого и начнем. Чуть-чуть подробнее расскажите, почему вы обратились, насколько эта вообще проблема актуальна. Да, значит, это произошло в результате заседания, которое у нас было 10 сентября. Этот вопрос, актуальность поднял наш уважаемый член и главный, можно сказать, направитель научных исследований по криминалистике Айгар Севердсонс, и попросил обсудить этот вопрос. И было такое, можно сказать, как научное заседание. Мнение, нельзя сказать, что были абсолютно одинаковыми, было закрытое голосование, члены голосовали, и большинством голосов склонились к тому, что надо пересматривать те направления, которые выбрало правительство для реорганизации. Да, вот тогда, может быть, к средней авиации, у нас в чем актуальность этой проблемы, так, чтобы общественность тоже понимала? Ну, актуальность в чем? Значит, государственная полиция, коммунистическое управление занимается несколькими направлениями, то есть это впервые выезд на место происшествия и экспертизы, и развитие не только по направлениям, именно то, что перед тем сказал, но и еще обучение людей, то есть обучение молодых экспертов. И если даже мы предпочтем, что такого управления больше нет, что же у нас происходит? Поскольку на данном этапе это управление не только в городе Риге, но оно еще существует в многих городах, то есть там лаборатории развиты, где делаются не только экспертизы, но с тех же мест выезжают эксперты и обслуживают полностью все места происшествия. Если мы с тех мест убираем, то получается, что осмотры сами по себе остаются, то есть эксперты уже экспертизы не делают, то есть они получают, что они становятся просто специалистами, а все экспертизы должны привозить в Ригу. Это раз. И самое-самое обидное, что получается, что нет обратной связи. Если на данном этапе обратная связь получается, что то, что изъято с места происшествия, дальше обрабатывается в лабораториях, если какие-то казусы и какие-то непонятки, то моментально обратная связь идет экспертам, которые выехали на место происшествия. И следующее, самое главное, это дорогозна. Сколько это же будет стоить для государства, если для каждого, скажем, небольшие, изъятые с места происшествия следы будут привозить в Ригу. А такой план именно имеется, да? На данном этапе реорганизация этого управления, коммунистического управления госполиции и переход всех экспертиз именно в Дюк-Готово, в Тесла-Тминнистре, это у нас Министерство Юстиции, да. То есть хотят фактически забрать из МВД Министерство Юстиции? Да, полностью. Но при этом я как раз когда шел к вам, задумался, ну что ж получается, если живет человек, ну в годах уже, сердце плохо работает, так, что ж надо? Надо обновить его. Берем нормальный организм, который работает, вырезаем сердце и говорим так, ну что, без сердца тоже можно прожить. То есть вот такое сравнение, что просто вот ломаем разработанную систему, которая разрабатывалась годами, и не только годами, а очень долгими годами, начиная с 91-го года, все это развивалось в госполиции. И на данном этапе хотим просто, не считая ни с чем, ни с людьми, ни с экономикой, тут просто надо разобраться и реорганизаться. А вообще понятно, откуда ветер дует, откуда такая инициатива, потому что я так понимаю, что эксперты-криминалисты сами против такого перехода, так я понимаю, да, вот их позиция какова? Ну не только экспертов. В моем понятии я и говорил с предыдущим начальником госполиции, господином Тюзес, как раз в августе месяце по поводу, и он мне при встрече сказал, что я до этого не знал, он говорит, ну все, больше кримистического управления не было, не будет, будет по-другому все. И на данном этапе, разговаривая с экспертами, они не только против, они вообще не понимают, что же в государстве решается. А истек, скажем, откуда все происходит, это все-таки министерство юстиции. То есть она хочет под себя вот забрать эту комиссию? Ну не под себя, в бюро как раз, но самое интересное, что если в кримистическом управлении госполиции работает более 200 человек, то в бюро работает очень маленькое количество людей, которые приют к этому еще самое большое число экспертиз 2000, а в госполиции это около 20000. То есть получается, что наоборот, то есть без мышления и без понятия к маленькому присоединяет большое. То есть все наоборот. А есть какое-то логическое обоснование, не знаю, может быть, господин Бунг, зачем это делается? Я не знаю, экономия, стресс, я уже не знаю, какая. Мы, когда писали свое письмо и обосновывали, да, то мы как раз руководствовались принципами государственного управления, какие они вообще разработаны в мире. И теоретически можно присоединять большее учреждение к меньшему, но для этого тогда нужно обосновать, что же станет лучше, какие конкретно государственные интересы учтены. И если это по-настоящему дает какой-то позитивный эффект, может быть, так и стоит делать. Но в конкретном случае такого обоснования нету. А также есть несколько других наших обоснований, которые мы описали и которые у нас вызывают очень глубокую тревогу. И в том числе коллега Гаверсон еще более конкретно может сказать, но и это истекает из закона о несении государственной службы в подразделениях Министерства внутренних дел. Потому что некоторая часть людей не захочет туда переходить, потому что захочет сохранить служебные позиции внутри этой системы ради выслуги и других социальных гарантий. И это приведет к тому, что даже та часть, даже не те, которые расположены в регионах, а из центрального аппарата, который предназначен к присоединению, часть попробует уйти на пенсию, кто сможет. Те, кто не смогут, перейдут в какие-то другие подразделения. И по-настоящему будет присоединена сравнительно небольшая часть. То есть фактически может быть уничтожен вообще вот такой потенциал? Я вот хочу сказать, причина заключается, нам эту причину разъяснил госсекретарь МВД, очень логично. И он сказал так, что каждая из этих структур, она в принципе нельзя ее назвать плохой, лишь просто потому, что она большая либо маленькая. Но каждая из них хочет претендовать на некоторые поддержания финансовые со стороны фондов иностранных. Ну, европейские, к главному быту. Но как вот истекает из его разъяснения, иностранные фонды не хотят поддерживать по непонятным причинам два учреждения. Они говорят, ну так вот, извинитесь и все. Но нет нигде такой установки, что это нужно сделать в Министерстве юстиции. Нет такого. И поэтому дальше нужно просто исходить из других логичных причин. И вот еще одна, которую мы указали в письме, она проистекает из законов оперативной деятельности, потому что люди обычно считают, что управление криминалистики обеспечивает уголовный процесс доказательствами и гражданский процесс, где люди сами платят и в гражданском процессе тоже получают экспертизы. Но на самом деле оно обеспечивает и оперативную деятельность, потому что есть одно из мероприятий, которое называется получение вот этих оперативных образцов и оперативное исследование этих образцов. И получается все 11 секретных государственных учреждений, которые имеют право вести эту деятельность, они тогда должны будут перестраивать всю эту деятельность, каждую инструкцию, чтобы переделать это, нужно идти ее спрашивать генерального прокурора, одобрение. Это же непростая очень такая, это перестройка всего государственного организма на самом деле. Вот это мы написали в своем письме. А на каком этапе вот этот, не знаю, план реорганизации находится? Он дошел до кабинета министров? На каком этапе это все сейчас? Ну, на данном этапе кабинет министров уже решено. То есть, написано конкретно, что будет переходное время, и после переходного времени уже все кримистическое управление, больше такого не будет. Экспертиза будет только производиться в министерстве юстиции. То есть, переходное время сказано, да. Но на данном этапе что же получается? То, что вот господин Бунко только что сказал, что инвесторы, так называемые, которые, они тоже будут в ожидании. То есть, попадание конкретных денег для развития экспертной службы или для осмотров места происшествия на данном этапе, по моему понятию, будет просто заторможено. А как в других странах Европейского союза? Не знаю, Литва, Эстония, соседние, какая там ситуация? Ну, значит, скажу вот как. В Литве ситуация, там вообще немножко по-другому устроена госполиция, да. А что касается Эстонии, так там вообще субъектов этой деятельности гораздо меньше, чем у нас. И, например, там пограничной службы нет, она внутри госполиции и так дальше, да. Но, что касается экспертиз и вот таких центров, да, то они действительно являются унитарными внутри системы госполиции МВД. И наше предложение, кстати, если вы внимательно углубитесь в наше письмо, мы не говорим о том, что нужно сохранить внутри госполиции, мы говорим, что да, может быть, в целях независимой экспертизы это учреждение должно быть вне госполиции, но под Министерство внутренних дел для сохранения нормативных актов, которые относятся к прохождению службы. Ну, не только вот почему именно ВНД, поскольку многие адвокаты всегда упрекают, что вот там зависимость полиции от экспертизы и все остальное. Но на данном этапе, если даже прочитаю, за 30 лет только один случай был, когда реально со стороны прокуратуры были давления на экспертов. При том, что... Со стороны прокуратуры. Прокуратуры. Это очень важное замечание. Может, это не мешает делать и после реорганизации. Да. То есть, ну, этот случай был, происходило, и давление было на начальника бывшего криминалистического управления как раз, ну, не бывшего, а начальника бывшего криминалистического управления. Было такое давление. Но если смотреть дальше по Европе, то то же самое Германия, все располагается в полиции, Финляндии в полиции. То есть, ну, если куда мы посмотрим, все-таки сохраняется, чтобы эксперты сохранились именно и выезжали с места происшествия, обратно сейчас было тоже самое с экспертизами и плюс к этому еще. Есть места, где это под Министерством внутренних дел. И наше предложение как раз истекало, чтобы не было давления, что указывают адвокаты, чтобы не было вообще давления как таково именно под Министерством внутренних дел, принимая внимание, что все места, где располагаются на этом этапе лаборатории, и эксперты выезжают на место происшествия, именно в системе ВД. То есть, одно здание или для пограничных, или для полицейских, ну, это вся система единая. Плюс к этому мы не теряем людей, что немаловажно, поскольку экспертов, как таковых, уже экспертов-криминалистов не готовят уже 10 лет. То есть, мы попадаем уже в такой ситуации, что нет экспертов уже обученных именно экспертов-криминалистов. Поскольку, исходя из закона, там четко написано, у эксперта может быть человек, который имеет высшее образование, плюс еще потом сдал сертификацию в комиссии, которая именно заведует Министерство юстиции. То есть, тоже вот какое-то непонятие. То есть, экспертов не готовим, сами эксперты учатся на местах, а реального, скажем, дохода к тому, что уже давно уже говорили, что Академия ВД ликвидировали, там обучались эксперты, а на данном этапе уже больше вообще никто ничего не готовит. К чему же мы тогда идем? Экспертов не будет, учреждения такого не будет, ну и ухудшение моего понятия, что именно по раскрытию преступления к этому мы придем. Не зря же, когда вот ликвидировалась Академия, все говорили, да, да, именно будем иметь больше средств и так далее. Но что же мы сейчас уже поняли после тех времен? Ой, увы, ликвидировали. А что, мы потом будем ожидать, что опять комиссийское купление заново создавать? То есть, в моем понятии, просто не смотрим в дальность вперед, а сами уничтожаем то, что, скажем, внутри уже. У себя в Латвии не хотим, чтобы развитие именно раскрытия преступления возрастало. Ну, это такое, скажем, мое понятие. Да, такой вопрос, который не могу не задать. Вот МВД, на ваш взгляд, все сделало, чтобы, не знаю, защитить, может быть, не то слово, чтобы, ну, как бы эта реорганизация не состоялась? Ну, видите, реорганизация должна будет состояться, потому что требования об объединении все-таки существуют. Вопрос тогда, внутри чего оно будет? Да. Или Минюста, или МВД. Так вот, я считаю, что МВД поступает очень даже разумно, потому что именно начальник управления криминалистики пришел к нам на заседание разъяснить ситуацию, да, и ознакомить нас с ситуацией. Ну, хотя, в принципе, мы и сами очень больших объемах и так знали, собственно говоря, что происходит. А также госсекретарь МВД тоже присутствовал, ознакомился с нашими мнениями. И это указывает о том, что вот именно со стороны МВД присутствует «лабис парвел дебис принципс», это принцип хорошего госуправления, когда руководители, получается, МВД, руководители управления криминалистикой ознакомливаются с мнением общественной организации, значит, ну, которая вот актуальна для решения организационных вопросов. И мы с этим готовы даже дать им позитивный отзыв, чтобы это использовалось при каких-то очередном, очередной аттестации, да, что они хорошо себя повели. Ну, вот сейчас мы посмотрим, как будут действовать чиновники из Министерства юстиции, будут ли они соблюдать этот же самый принцип, как они отнесутся к нашим представителям во время этих переговоров, как будут оценивать аргументы и так далее. Мы их тоже эти аргументы будем оценивать. Ну, и вот так постепенно эта работа будет вестись. Город Петрович, может быть, вы знаете, а как сейчас готовятся вообще эксперты-криминалисты, чтобы в широкой общественности было понятно, полицейской академии уже столько лет нет. Как это сейчас происходит? Это просто передача опыта от одних более опытных молодым? Да нет, увы, уже даже опытных больше нет, почти не осталось в экспертной службе. На данном этапе, как я уже говорил, перед тем, что если есть высшее образование, выявило желание стать будущим экспертом, то они принимаются на должность госполиции, в экспертном криминалистическое управление. В течение года их обучают, то есть самоучки, то есть передается опыт тех, которые люди остались, и потом после этого сдается так называемый госэкзамен в сертификационной комиссии и присваивается, выдается сертификат. Но при этом, посмотрим место происшествия, вообще сертификат не выдается, что самое интересное. Чтобы мог сделать экспертизы, сдается экзамен, а чтобы стать экспертом, который мог выезжать на место происшествия, на данном этапе просто обучение внутреннее, в том же самом управлении криминалистическое управление, и на этом заканчивается. То есть дипломировано экспертов, которые смогли бы выехать на место происшествия, то же самое, делать экспертизы. На данном этапе нет. Что немаловажно, поскольку я сам дипломированный эксперт, который заканчивал специальную же школу для этих нужд, для места, скажем, осмотра, и в том числе для экспертиз многочисленных, таких больше места, где обучаться нет. Но при этом говорят, да, надо посылать куда-то учиться и так далее, но куда же мы будем посылать, если мы это можем делать на месте в Латвии? Да, это дороговато, но надо смотреть вперед. Надо смотреть на годиков так 10 вперед, чем же закончится, когда экспертов больше не будет. Ну вот я так понимаю, что по-прежнему мы сталкиваемся с последствиями вот этой ликвидации Академии полиции, да, этого шага, прямо скажем, да, неграмотного. Ну, неграмотного, но если посмотреть немножко в истории, то в 2002 году такое же предложение Министерства юстиции, как на данном этапе, уже было. Я тогда работал сам в клинистическом управлении, был замначальником экспертного управления и руководил бюро экспертиз. Мы тогда отстояли, доказали, что это, во-первых, невыгодно финансово, и тогда, после 2002 года, развитие пошло все вверх и вверх, поскольку создавались лаборатории по всему государству, и заодно как раз вот развитие разных проектов, чтобы экспертное управление развивалось. То есть, если посмотреть по поводу бюро, которое располагается юстицией, они тоже развивались, но было четко разделено в 2002 году с решением Министра кабинетов, что экспертизы, которые относятся более не к уголовным делам, именно будет производиться в Министерстве юстиции, в бюро, а остальные, которые экспертизы и все остальное связано именно с раскрытием преступлений, плюс еще оперативной работы, которая тоже немаловажна для всех субъектов, именно четкое управление, криминалистическое управление в полиции. Но при этом наше предложение, чтобы вот именно искоренить все возможности там давления и так далее, было именно предложено под Министерство внутренних дел, поскольку механизм работает, сердце дышит, люди работают. – Да, может быть, как вам кажется, господин Бунко, не повлияло, вот вся эта ситуация, вот не сложилось ли таким образом, поскольку у нас уже 10 месяцев нет начальника госполиции, вчера, по-моему, на КПСНГ по этому поводу был сюжет, там уже какие-то детекторы проверяют и никак не могут выбрать начальника госполиции. – Да, ну это тоже отдельная интересная тема о выборах этого должностного лица. Ну нет, напрямую взаимосвязи нет, потому что это параллельные процессы между собой. Ну единственное, вот что я знаю от коллеги, это то, что сам предыдущий начальник, из-за которого сейчас идут назначения на новую должность, вот он как раз защищал оставление криминалистики в том статусе, как есть. – Да. – Значит, ну вот он ушел, а из-за этого идет сейчас отбор на его должность, и в свою очередь зашаталось само управление криминалистики, быстро протащили в кабинет министров и так далее. Но дополнительно я хочу, кстати, вас и радиослушателей оповестить о том, что с нами разговаривали и еще одна общественная организация, это объединение независимых экспертов Юлию Санчин, и я разговаривал с двумя представителями правления общества прокуроров, и эти общественные организации тоже очень обеспокоены тем, как будут обеспечиваться интересы уголовного процесса и гражданского процесса в случае, если будет сломана та система, какая есть сейчас. Ну, есть много рисков, так я хочу сказать. Да, вот еще такой вопрос, который хотел бы задать. Вообще, вот с обществом юристов, насколько, не знаю, законодатели консультируются, потому что ведь очевидно, что на том или ином этапе нужны какие-то изменения в законодательстве, насколько вообще с вами советуются, все-таки действительно у вас собраны профессионалы в юридической области и практики, в том числе, которые могут подсказать, чтобы эти вообще поправки в те иные законы были живы. Я почему спрашиваю, поскольку мы знаем, сейчас уже премьер-министр, министр обороны, даже министр финансов заговорил о том, что мы мягко говоря перестарались в этой борьбе с отмыванием грязных денег. Понятно, что с этим надо бороться, но как-то в результате получилось так, что уже и предприниматели не могут счета открыть в латвийских банках, сейчас уже говорят о том, что надо менять законодательство. Вот нас обращается к вам не за какой-то помощи. Именно то, что вы говорите, такая деятельность, она ведется буквально ежедневно, и одно либо другое государственное учреждение, либо министерство находится в постоянном контакте с теми или иными нашими представителями. Мы, прежде чем высказать какое-то более конкретное мнение, обычно собираемся на свои научные заседания, обсуждаем, голосуем, выбираем наиболее оптимальную и справедливую позицию, какая должна быть для развития государства и общества. И тогда вот наш выбранный представитель тогда идет в конкретное учреждение, эту позицию защищает. И, ну, конечно, не всегда, может быть, нам удается убедить государственных чиновников в правоте своей позиции до конца, но прислушиваться не прислушиваются, учитывают, включают в аннотации нормативных актов, приглашают даже на заседания, в том числе и в сейме мы участвуем, сравнительно часто на заседаниях комиссии высказываем мнение. Ну, работа ведется постоянно, так скажем. Да, вот возвращаясь все-таки к этой теме, как вы думаете, какой дальше будет алгоритм? Вот есть переходное время, как мы констатировали, но есть и время, видимо, для того, чтобы, ну, не знаю, Нет, я хотел бы сейчас сказать так, что мы не хотим, чтобы этот алгоритм начался, и сейчас мы ждем того момента, когда два наших выбранных представителя, это Игорь Северцион и Эдуард Мановицкий, значит, что они будут приглашены к руководству одного и другого министерства для, значит, выражения, точки зрения нашей организации, да, и обсуждения этих аргументов. Я просто добавляю, господина Бунга, что именно в этом отношении, если даже вот этот этап начнется, он покатится, то эта мочь плачевно очень быстро закончится, не дожидая даже вот конечного результата, то есть эксперты, которые уже смогут уйти на пенсию, они просто уйдут, обучение, как уже я говорил, что не будет начинаться, инвесторы, которые смогут помочь и развитию экспертной службы, тоже не будут вкладывать деньги, то есть поскольку на данном этапе сказано, вот будет одно в министерстве юстиции, и что дальше? Переходное время, а переходное время – это очень, скажем, ожидание вперед, который может закончиться плачевно. Поэтому в моем понятии и вот от наших, скажем, юристов, то, что мы уже решили, надо этот шаг побыстрее сделать, то есть не дожидаясь, конечно, результата, остановить. Волну надо остановить. Вот если все-таки не удастся это остановить, то кто будет выезжать на место происшествия, ну не знаю, кроме следователей? Ну, на место происшествия все-таки мало не важно, будут выезжать, будут выезжать специалисты, но тут уже вопрос задается, если эксперт обучен и получает допуск для разрешения экспертиз, что эта квалификация намного выше, чем просто выезжает специалист, изымает, не додумаясь, что там есть. Просто изымает и все? Все, обратной связи нет. Такое было в 90-х годах, когда это назывался судебный центр при министерстве внутренних дел, я тоже тогда еще работал, уже тогда уже работал, был замначальником, и мы поняли, что если просто выезжает, не было целой системы, то те следы, которые занимались, они были непригодны к ленификации, то есть за них никто не отчитывался, просто выехал, отдежурил и взял, на этом все заканчивалось. Поэтому этот механизм целиком был собран по деталям. Это, кстати, я так понимаю, затрудняло расследование? Не только затрудняло, на данном этапе просто, как говорил, перед тем, никто не отвечал за следы. То есть взял, все, я приехал, вот отдал и все. Работает эксперт. Как, что, кто, вообще никого это не волновало. На данном этапе вот именно введенная система отчета изъять, и какой, конечно, результат, это система единая. И это очень важно для расследования? Это не только важно, это сам пик. Или да, или нет. Поскольку основа раскрытия преступления начинается с места происшествия. А не просто в берег, где делается экспертиза. И там нужно закрепить все эти собранные улики, скажем так. Ну, само собой. С самого начала там, именно там. А если, как уже говорил, есть, нет понятия об экспертизах, какие экспертизы вообще делаются, ну, ноль. То есть раскрытие моего понятия будет уже все хуже, хуже, хуже. Вот такой вопрос, но он, естественно, связан с социальной защищенностью работников внутренних дел системы. Если их переводят в эту систему юстиции, что вот этот вот срок службы для выслуги лет, что он каким-то образом нивелируется, ликвидируется, что дальше будет происходить? Смотрите, вообще хоть какая-то ясность есть? Ну, после переходного времени, получается, те, которые эксперты на данном этапе являются полицейскими, они теряют этот статус. То есть... Я немножко уточню, видите, там вся причина заключается как раз в том, что коллега рассказал из-за ликвидации полицейской академии. Если посмотреть формально на закон, да, на пенсию с 50 лет полицейский может претендовать тогда, если он прослужил в органах внутренних дел, пограничной службе, полиции или в других подразделениях, МВД или в тюрьмах, 12,5 лет. Остальные года могут быть гражданскими. И они будут засчитываться в объеме 80% от прогонного года. Так записано в законе. Значит, но проблема заключается ведь в чем? Что те люди, которые сейчас уже находятся... Вот основная часть обученных экспертов, да, они находятся в статусе выслуги примерно 20-25 лет. Вот, например, те, которые надели погоны вместе со мной в 96-м году, им уже 24 года выслуги, да. Ну, мои коллеги, кому-то там 22, кому-то 26 и так дальше. То есть они уже имеют право на эту пенсию повысить? Они уже приближаются, они могут и сейчас уже по состоянию здоровья теоретически уйти, но они, смотришь, что приближаются эти 50 лет, им гораздо проще уйти в любое другое подразделение, где меньше ответственности, меньше нужна квалификация, ведь это же очень высокая А люди все равно требуются, и там тоже, да. Значит, и все, и на этом дело заканчивается. В свою очередь те, которые вот сейчас вот у них есть 12 с половиной лет, да, выслуги или там 13 и вот так дальше, да, они могут перейти в управление, извиняюсь, в министерство юстиции теоретически в будущем до 50 лет там доработать, продолжать опять там работать, но уже получать, если не изменится закон, конечно, да, какую-то вот эту вот пенсию из МВД. Но мы не знаем, сколько таких людей будет, а точнее наоборот, мы уже сейчас примерно из рассказов этих людей понимаем, что очень большое количество в ближайшие 5-6 лет так и так уйдут либо на пенсию, либо в другие подразделения, будет вообще тотальная нехватка персонала. А также, я вот сейчас вот только сейчас вспомнил, мы с коллегой еще этого не затронули, непонятно, что будет с атерологическими экспертизами и собаками, потому что в министерстве юстиции собак почему-то себе не хочет. Вот это я хотел бы заметить. Нравится им собак. Наша общественная организация будет задавать этот вопрос. На каком статусе… А где они остаются-то, в полиции, получается? Нет, ну теоретически они могут остаться в пограничниках, но ясность все равно должна быть. То есть, получается, что создана атерологическая лаборатория, которая на данной этапе очень качественно делается экспертиза, атерологическая. Других государств вообще даже такого нет. В Эстонии нет, в Литве нет. То есть, мы в этом плане… Мы в этом плане очень позитивно выделяемся. Мы очень позитивно, даже по Европе позитивно выделяемся. Методика отработана, все это, все классно происходит. Но этих экспертиз вообще тогда исчезнет, их не будет. А там основа начинается именно с места происшествия, то, что изъятое, и обрабатывается. И плюс еще, это связано взаимно, что с ДНК. Там очень тесная связь с другими экспертизами. То есть, если это пропадает, то раскрытие еще ухудшается. То есть, все это взаимосвязано на данном этапе. Вот тогда, может быть, такой вопрос. Есть ли возможность, исходя из вашего опыта, ну, мы же все-таки в системе Европейского Союза, в том числе, видимо, и в образовательной системе, повышать квалификацию? Да, здесь у нас нет, вы уже констатировали, учебного заведения, которое готовит криминалистов-экспертов в разных областях экспертиз. Но есть, наверное, в Европейском Союзе какие-то учреждения, где можно было бы повышать квалификацию? Это вот как-то используется нашей госполицией? Наши, да, наши коллеги, скажем так, мои предыдущие, или вообще их называют до сих пор коллегами, да, они ездят в Финляндию, они ездят в Германию, да, общаются. То есть, есть возможность повышать. Это повышение квалификации. Да. Это повышение квалификации, а на данный этап это повышение квалификации идет именно на осмотр места происшествия и на отдельные виды экспертиз. Но чтобы повышать квалификации, должны быть основы. Основа-то само по себе, а повышение-то отдельно. Вот будем надеяться, что до этого действительно переходного момента дело не дойдет, но есть хотя бы какие-то приблизительные, не знаю, там, план действий, что вот, не знаю, премьер-министр или там кто-то вас примет в обозримом будущем, пока не начнется все этот переходный период, и уже ситуация может стать необратимой. Значит, ну, такой вот ближайший план действий, да, с точки зрения нашей организации, это такое, что вот мы направили это обращение к трем должностным лицам, да, и переговоры наших представителей, это первая часть, да. Вторая, это, которая произойдет так и так, да, это то, что службы Министерства внутренних дел и само Министерство ходят в комиссии Сейма отчитываться о своей работе. И также Министерство юстиции, в общем-то говоря, да. И уже через политиков мы будем разъяснять политикам опасность этой ситуации, чтобы они не спрашивали. То есть, вы будете общаться по этому поводу с депутатами Сейма? Да, обязательно мы будем это делать, разъяснять это и просить, чтобы они уже спрашивали с должностных лиц, с чиновников Министерства, каким образом, что станет лучше, если сделать такую вещь, потому что пока мы видим, что улучшения не ожидаются. То есть, если продолжают, то нет с обоснованностью такому шагу. Ни финансовым, ни кадровой политикой. Единственное просто такие разговоры о том, что, не знаю, будет удобнее получать средства из еврофондов. Ну, я так утрирую, но, видимо, это единственное такое предположение, да. Ведь нет указания там из Брюсселя, что вот у нас общая практика Европейского Союза, все под Минюстом. Давайте я вам разъясню тогда еще один интересный момент. Нет, есть местные, у нас ВАЛС-контроль и госконтроль. Да, конечно. Так вот, они, именно госконтроль, говорит, что да, зачем нам четыре, ведь не два, а четыре, на самом деле, учреждения, экспертиз, да, ведь есть еще медицинская и наркотики, психиатрия, где на улице Твайка, да. И, в принципе, в том старом, значит, как сказать, аудитном документе, да, сказано, что нужно объединять все. Но почему-то два других учреждения не трогаются в эту систему, не включаются на объединение, как вроде бы, как само же государство говорит, что надо. А вот именно эти два почему-то нужно объединить, да. Ну, так раз уж честно, тогда давайте всех тогда объединим. Но там уже чувствуют, нет, там будет опасность, очень плохо, не объединим, да. Ну, тогда мы решили все-таки рассмотреть этот вопрос, и мы убедились в том, что и здесь, даже если это объединение происходит, то тогда его нужно сделать так, чтобы оно произошло с наименьшими потерями. Вот еще, может быть, такой вопрос. Так, ну, чтобы эту вот тему все-таки завершить. Вот что касается вообще вот этой коммунистической экспертной службы, вы упомянули еще и независимую, но это те, которые не связаны с государством. Разъясните радиослушателям, понятно, что они все специалисты, чем они отличаются и когда вообще, кто обращается в эту независимую службу. Вот вы упомянули известного специалиста Юлиуса Аншина, у него есть давно вот эта экспертная служба, по-моему, более 20 лет. Она для чего? Ну, немножко разложим, скажем, первое и второе. Да. По полочкам. Госучреждения, да, они эксперты, которые сертифицированы, признаны и вносятся в регистр. На данном этапе у господина Аншина тоже работают бывшие эксперты, которые ушли на пенсию. Еще некоторые там эксперты в регистре, но другие эксперты не в регистре, то есть без сертификата. Но плюс к этому этих же экспертов, они производят не заключение экспертов, а выдают справку эксперта, где то же самое описывают, такой же методик применяется, но дают не заключение эксперта, что немаловажно, прямое доказательство. Но на данном этапе вот справку, которая тоже участвовала в судебных делах, в основном гражданских исках, но иногда тоже оспаривается именно, когда вот идет ДТП, то есть дорожное транспортное происшествие произошло. Они тоже специалисты в этой области, то есть эксперты, которые работают у господина Аншина, они тоже эксперты, но бывшие без сертификата. Вот это небольшая такая разница. Но плюс к этому суды учитывают, принимают внимание, поскольку там тоже эксперты. Вы затонула очень важную тему. Я так понимаю, что государственные эксперты или сертифицированные, те, кто в регистре, их вызывают и в суды тоже. Это тоже, наверное, важный аспект их деятельности. Может быть, не так часто, но иногда их приглашают, по-моему, и в суды тоже. Всех экспертов вызываю, которые давали заключение или даже эти же самые справки, вызываются в суд. Но тут еще надо сказать, что еще есть третье, скажем, звено, так называемые гражданские эксперты, которые тоже в регистре имеют сертификаты. Они тоже дают заключение. То есть к одним, вторым и третьим обращаются все. Плюс еще есть посмотреть, то в гражданском иске экспертизы делаются и в бюро юстиции, и в госполиции. Но в госполиции они все меньше и меньше, поскольку это связано именно на правильное раскрытие преступлений. Поэтому гражданским образом уже в полицию обращаются в Шердинском искуплении все меньше и меньше. Даже вообще не берут экспертизы, такие на производство. Вот время от времени возникают дискуссии совершенно справедливые о необходимости повышения заработной платы работникам полиции. Вот периодически все-таки что-то повышается, незначительно, но все-таки. Что касается работников криминалистической службы, до них вообще это хоть какое-то повышение доходит? Ну, повышение было, как всем полицейским. Но в данном этапе, если посмотреть, эксперт, что такое вообще эксперт в полиции? Значит, у него высшее образование не менее. Это обязательно, да? Это обязательно, не менее бакалавра. Это минимум. Дальше. Он обучался не менее года, как стал жор, помощник эксперта. Сдавал экзамены, и каждые пять лет он должен происходить растификацию. То есть заново доказать свои знания. То есть это квалификация, и опять заново сдается экзамен. То это очень высокий уровень. Скажем так, если посмотреть по ВУЗу, ну это, в моем понятии, как минимум, скажем, ну не меньше, чем магистр, ну чуть не доктор уже, скажем, в своих познаниях. То есть таких людей, ну, можно считать на руках. То есть это штучный товар, боже мой. Ну, штучный товар, дорогой товар. Но зарплата, для экспертов, извините, но это не зарплата. С такими познаниями это реально не зарплата. А если посмотреть Министерство юстиции, то зарплата еще меньше. Еще меньше. Еще меньше. Поэтому вообще непонятно, что будет после присоединения большого к малому. Это, конечно, все-таки нечастое явление. Вот вы в самом начале сказали, что когда присоединяется небольшое подразделение к большому, это, по крайней мере, выглядит логично, да, со всех точек зрения, да. А вот обратный процесс, наверное, все-таки реже. Да, ну что ж, будем надеяться, что к вам прислушаются. Пользуясь случаем, еще хотел спросить, ну, в пятницу приступил к работе, ну, приступил к работе новый созыв Рижской думы. Ну, пометуя о тех претензиях, которые были вот к прошлой Рижской думе, ну, многих, может быть, избирателей, Рижан, вот такие ожидания, не знаю, завышенные или нет, это жизнь покажет. Вот я знаю, господин Валентин, что у вас есть опыт работы вот в этом подразделении по предотвращению, насколько это возможно, каких-то коррупции. Что вы вообще ждете? Какие должны быть, не знаю, критерии, чтобы, ну, не допустить каких-то таких вот коррупционных составляющих? Ну, именно в пятницу мы разговаривали уже с нынешним экс, это заместителем мера, господина Возвола. Который как раз вот будет заниматься. Да, этим вопросом заниматься, именно на этой неделе уже мы будем выставлять первые шаги, конкретные задачи, что как нашему центру в дальнейшем быть, какие направления, если что-то надо пересматривать, что будем пересматривать. Ну, пока вопрос открыт. Но это касается и департамента, и структуры, и подразделений. Это все полностью касается всей Риги, полностью всех учреждений. Так что, ну, скажем, мы как открытая книга будем читать, смотреть и улучшать работу. Поскольку именно, видите, предупреждение, мы не занимаемся вопросами раскрытия преступлений. Конечно, для этого есть. Да, это у нас для этого есть КНАБ. Но что и как, каким образом или конкретные проверки по направлениям. То есть, раз очень большая работа, предстоит именно понять, как лучше, что хотят именно политики от нас. Ну, вот, обыватели, если такое слово здесь уместно, ну, обычные рижане считают, наверное, что одним из таких направлений на рискованных являются закупки. Да, вы, думаю, на них внимание тоже обращаете, да? Да, мы постоянно обращали внимание на закупки и указывали в наших заключениях именно, где проблемы, не только проблемы. То есть, в принципе, вы обозначали их? Мы конкретно обозначали и конкретно уже направляли, чтобы рассматривали заранее уже вперед, где проблемы. Но не только закупки. Там еще и принятие работы на робот людей, использование автотранспорта. То есть, совокупность разных частиц именно… А, использование ресурсов, да? Использование ресурсов, то же самое. Так что, мы знаем, но будем вместе работать. Господин Бунко, может быть, в завершении еще несколько слов буквально о целях и задачах общества юрисов. Что вы еще видите? Вот мы много говорили об этой действительно важной теме, что касается экспертизы и судьбы вот этой киминалистической службы. Что еще вот приоритетов, что вам кажется очень важным? Ну, я могу сказать так, что нас летом был, 7 июля, к себе пригласил президент государства ознакомиться со списком дел, которыми мы занимаемся. И тогда, когда мы составляли этот список вопросов, таких уже наиболее крупных, не текущих каких-нибудь мелких, то получилось 14 тем, которые мы осветили президенту государства. И он… Тоже юристу, кстати, да. Да, да, он был очень приятно удивлен и даже немножко узнал некоторые вещи, о которых у него было раньше туманное представление о том, что где как происходит, да. Ну, некоторые вопросы являются довольно закрытого характера, и мы не хотим, скажем так, некоторых людей заранее оповещать о каких-то лазейках в чем-то, да. Но президенту мы это все очень детально разъяснили. Ну, были открытые вопросы такие, например, как в будущем будет развиваться беспилотный воздушный транспорт такси, например, да, который уже сейчас в Германии, в Лондоне появляется и так далее, что у нас нет правовой базы для этого, да. Нет. Да. Ну, так вот, мы ему разъясняли, какие пути развития наша правовая база, например, может идти, ну и вот такие вопросы скорее на развитие права и правовых норм в будущем, да, то есть не текущие мелкие вопросы, да, а как вообще будет развиваться наша система права. Ну и в том числе рассказали об общественных организациях, что наша организация не единственная, что в Латвии 43 общественных организаций юристов, что президенту тоже было интересно узнать таким образом. Ну что ж, это действительно спасибо за исчерпывающий такой рассказ, потому что очевидно, что и развивается жизнь, наверное, требует каких-то изменений, вот эти вот электросамокаты или скутеры, да, но кто еще недавно, это были какие-то редкие явления, туристы пользовались этими, и теперь сейчас мы видим, что это действительно уже серьезная проблема для дорожного сообщения, и вот изменения нужны. Ну это как просто такое вот, то, что у всех на виду, да, я думаю, таких примеров, наверное, много, когда развиваются технологии, и законодательство не поспевает иногда просто, да. Я согласен с вами, да. Виктор Бунко, Айгарс Эверссон с нас были в студии, представители объединения юристов, спасибо большое. Спасибо, приятного дня всем. Спасибо.